О помощи пострадавшим в результате непогоды, о сроках строительства канализационных очистных сооружений в Буйнакске, а также итоги участия дагестанской делегации в Петербургском международном экономическом форуме. Эти и другие вопросы обсуждались на заседании оперативного штаба. Гаджимурад Зелудинов расскажет обо всем по порядку. Сейчас очень важно создать нормальные условия для проживания пострадавших в результате стихийного бедствия, отметил премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов, открывая заседание оперативного штаба. Нужно оперативно обеспечить жителей пострадавших районов водой, газом и электричеством и экстренно собрать документы всех хозяев домовладений для выдачи единой материальной помощи. В связи со сложившейся обстановкой, связанной с последствиями стихии, на территории указанных районов введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. На территории городского округа, город Буйнакск, указан главой республики Дагестан, 22 июня 2023 года введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С целью оценки причиненной ущербы в указанных муниципальных образованиях республики была организована работа территориальных комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В результате ливня и града в республике пострадало порядка 5000 домов и 11 тысяч человек, доложил министр регионального МЧС Нариман Казимагомедов. Стихия бушевала в Гунипском, Ливашинском и Буйнакском районах, а также в Буйнакске, который пострадал больше всех. Здесь повреждено 3866 домов, в том числе детские сады и школы. Их порядка 14. По строительству канализационных очистных сооружений в Буйнакске и о сроках завершения работ по разработке проектно-сметной документации доложил первый зампред правительства Манвел Мажонц. На первом этапе построят сооружение с пропускной способностью в 20 тысяч кубометров в сутки. На это предусмотрено порядка 72 миллионов рублей из федерального бюджета. Для реализации проекта определили четыре локации. Решение принято по предоставляю земельных участков, однако по одной из локаций администрация города столкнулась с проблемой. На сегодняшний день определён подходящий земельный участок, находящий в федеральной собственности общей площади порядка 4 гектаров. Подписан предварительный акт выбора земельного участка, полученное положительное заключение на размещение локальных очистных сооружений. Дагестан заключила 11 соглашений, в том числе 4 субъектами Российской Федерации. Столько же с крупными корпорациями и 3 со спортивными федерациями. Всё это в ходе 26-го Петербургского международного экономического форума. А глава региона Сергей Меликов лично встретился с руководством Белгородской области. Обсудили конкретные направления сотрудничества и оказание гуманитарной помощи. Встреча состоялась и с руководством Запорожской области. Глава республики Сергей Меликов в Рио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение. Предполагается обмен опытом парализации инвестиционных проектов области АПК в том числе посылания агрохолдингов в отрасли мясного скотоводства. Будут расширены связи организации культуры, деятельности литературы и искусства. После подписания соглашения глава Дагестана в Белгородской области провели рабочую встречу, в ходе которой в том числе обсуждалось оказание помощи Михайловскому району, как подсчетному району Республики Дагестан. В ходе заседания Оперштаба премьер озвучил новое назначение в правительстве. В соответствии с пунктом 6.2 ст.78 Конституции Республики Дагестан назначить Шамхалу Хадежат Мугараману, председателем комитета по районному хозяйству Республики Дагестан. Настоящий указ вступает в силу с огневым подписанием. Хадежат Мугараманов здесь. Она долгие годы работает в данной сфере, имеет большой опыт работы и является... Там у нас специалистов очень мало по данным направлениям, одними специалистов. Поэтому надеемся, Хадежат Мугараманов, что надежды главы Республики и наши надежды вы оправдаете. Вам удачи и успехов на работе. Руководители ведомств доложили также о ходе реализации в регионе госпрограммы «Национальная система пространственных данных» и о том, как в Республике проходит туристический сезон. Каджимур Азиаудинов, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров и Юсуп Гази Амаров. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин